Суббота! Суббота! Опять жрать. Выходной день. Надо что-то вкусно жрать. С самого утра. С самого сранья. Я уже пожарила купаты свиные. Вкуснотища. Просто вкуснотища. Сейчас Костян сходит купить свежие картошечки. Я ещё сварю к ним картошечку. Будет огонь. А себе я делаю деликутес. Сейчас сварю 2,5 килограмма шеек. А потом их обжарю в приправке. Можно аджички добавить. И сильно так обжарить. И просто сидеть пить чай. И как семечки их грызть. Это такая вкуснятина. Но мои знакомые все мне говорят. Что ты жрёшь какую-то парашу? Очень я люблю. Я люблю куриные шейки. Я люблю куриные сердечки. Ужасно. Я считаю, если вкусно приготовить, это вообще капец. Желудочки куриные люблю. Тоже нужно уметь их приготовить. Печень куриную люблю. Намного всё это вкуснее, чем просто куриное мясо. В общем, по мере готовности буду вам показывать, что и как. Вот сейчас я это всё хорошо промыла, залила. Сейчас поставлю это всё дело сварю. Всё это хозяйство. Девочки, мои вкусняшки продолжают готовиться. Я их отварила в течение 40 минут. Теперь густо, обильно посыпала приправой для шашлыка. Запах стоит обалденный. Сейчас чутка сбрызну маслицем и ставлю обжариваться. Сейчас покажу уже конечный результат моих шеек. Ой, запотело всё. Видите, какие шикарные. Просто бомба. Я положила ещё сюда аджички. Приправки шашлычные. И они такие остренькие. Всё, сейчас я себе кипячу чаёк и буду с чаем. Я до того люблю это. Мне не надо никакие пироги сладкие, пирожное, мороженое. Печенье тем более я не ем. Я очень люблю вот такое вот дело. Или чай с бутером, чтобы там было или мясо, или колбаса, или что-то такое. Коротшие девочки. Усаживаюсь пить чаёк. Чего и вам желаю. Так, ну что, садимся на перекус. На перекус. Посмотрите, какие обалденные шейки. Вы не представляете, как и вкусно грызть сидеть. Ну, естественно, у меня будет салатик немножко. И вот такой вкусный хлебушек. Заварной финский хлеб с орехами. Просто вкуснятина. Конечное ведро чая с лимоном. Естественно, только Грэнфилд. Но самое главное, это мои любимые горлышки, шейки. Кто как называет. Я называю их горлышки почему-то. Всё. Все, кто трапезничает, всем приятного аппетита. Сейчас даже с вами попробую. М-м-м-м. М-м-м. А это трунь. Выбрасываю. Специальная мисочка для мусора. Очень вкусная. Очень. Попробуйте. Собираю, девочки, в магазин сходить. Одела костюм. Бручный. Вот под который я купила жилет. Но, костюм сказал, что там тепло. Переоденусь. Но просто хочу показать, раз уже нарядилась, вот как это будет всё в целом выглядеть. Видите, как жилет точно подходит под костюм. Вот костюм вот такого плана. Тут такой бок. Тут такой бок. Зад ничего не видно. Идеально. Идеально. Но и кроссовки последние мои, которые дорогущие. Которые Германия. Но не светловатые, но всё равно подходят. Под этот лук. Одену вот эти кроссы. Или может быть чёрные лучше кроссовки. А у меня чёрных нет. Есть. Ну, оттенок-то один. Только что светлеет он. В общем, не знаю. Я только сейчас увидела, что на кофте-то ещё и сзади надпись. На спине. Единственное, не люблю карманы. Терпеть не могу. Я всегда их зашиваю, убираю, застрачиваю, отрезаю. Ну, не знаю, буду делать. Нет, в общем, вот такой вот брючный костюмчик. Брюки такие хорошие. Они прям практически в обтяжечку. Их можно носить с любой туникой. У меня много этих вот спортивного плана туничек. Ну, с жилечком вообще огонь, да? Вот с этим жилечком вообще бомба. И у меня даже есть такого цвета сумка. Тоже баллоневая. Ну, она такая стильная, дорогая сумка. Ну, под этот прям цвет, один в один. Всё. И попиздила на работу. Девочки, вы знаете, что есть? Я же тикток снимаю периодически. Смотрите. Для тиктока есть такая шляпка. Туру-ту-ту-ту. Туру-ту-ту-ту. Туру-ту-ту-ту-ту-ту. На волосы не лезь. Надо убрать эту. Финди Боббер с головы. На-на-на. Короче, раздеваюсь, а то жарко. Что-нибудь полегче одену для магазина. Ходим мы с Костяном. По говно магазу называется. Даже страшно что-то сделать. Ну, вот они. Бери две штуки. Вот эти орешки вкусные. Те же, бекон, да. А тут вообще, как бы он, видишь, сыр и бекон должен быть. Ты что, сыр и бекон должен быть. Давай три возьмем. Да у нас лежит тума целая. Ну ладно. Если что, сходишь. Орахишь, а это все. Мама, это там просто орешки. А, в сахаре нет. Все. Все. Ничего. Ничего не взяли в химозном магазине. Ну-ка остановись. Целую корзину набрали. В химозном магазине. Просто в магазине сплали. Так, девочки. Смотрите, что купила сегодня. Ну, точнее сказать, Костян сбекал. Опять на вал болезни. Это дело я увидела у блогера у одного. Такого миллионника. Блогера-миллионника. Что-то она там готовила. Нет, она делала тоже распаковку. То, что купила. В общем, на вал, Борис. Я выписала. Себе шикарные эти. Смотрите, как все хорошо упаковано. Видите, шикарные приправы. Смесь семян для салата. Так, что здесь. Кунжут два вида. Тыквенные семечки. Простые семечки. Еще какие-то семья льна, наверное. В общем, понимаю, что это очень вкусно. Так, сколько же здесь грамм? Пятьсот грамм. Пятьсот грамм. Паприка. Костян, дай мне ножницы, пожалуйста. Паприка. Дай. Ну, давай. Не знаю, какой-то тесак достанет. Так, выноси, пожалуйста. Так, здесь просто. Тоже пятьсот грамм. Здесь черный, белый кунжут. Вот, смотрите. Все, видите, упаковано. Вообще раз чудесно. Я кунжут люблю и в салатах, и на выпечку. Вот. Здесь смесь. Здесь просто кунжут. А здесь сладкая паприка. А здесь сладкая паприка. Молотая. Так, ну, написано тоже пятьсот грамм. Ну, баночка. А, двести грамм. Обманули, суки. А написано пятьсот было. Ну, да ладно. В этом месте там написано, мне кажется, было двести. В общем, вот, смотрите. Вот эти вот три баночки вышли на восемьсот с чем-то, да? Восемьсот двадцать два. Восемьсот двадцать два рубля. В общем, я еще повторно себе опять вот такую заказала. И думаю, надо еще вот такую заказать. Но если паприка хорошая, надо еще паприка. Да, паприка будет, если хорошая, то закажем еще. Написано Италия. Я люблю Испания. Испания, Испания. Паприка Испания. Это тоже что-то. Что-то я забыла. В общем, как-то так. Вот такое мы купили. Так, дальше, Костян, подавай. Йогурт. Шесть штук. Раз. Костян любит сыр творожный, зелени. С хлебушком, с жареном. Да. Прекрасно. Две упаковочки. Два. Ну, это кофе-йоди шманское. Три в одном. Хоть у нас и есть. Оно, он хорош. Кофе-машина. Ну, Костян любит иногда. Поэтому взяли. Дальше. Соломку. На супчик. Иногда хочется супчик с такой соломочкой. Вот такой вот мелкой. Взяли. Пачку риса. Вдруг война. Дальше. Три упаковочки. Сливочек. Кофе пить. Три килограмма. Три килограмма? Три килограмма с тонн. С пагеттом. С пагеттом. Так, вот такие рожки. Две пачки. Майонез Рико. Большую. Восемьсот пятьдесят грамм. Эти салфетки. Салфетки дешевые я взяла. Сто двадцать штук. По тридцать семь рублей. Потому что я своим кошкам. После того, когда они покакают. Вытираю жопу. Поэтому они у меня улетают. Где-то третье еще должно быть. Ну, естественно, рак из вкусный. Полкило. Дешевый сто рублей. В беконе. Он просто вкусный. В беконовой оболоне. Дальше еще одна пачка вот этих рожек. Ну, вдруг война. Пусть лежат. Вот это вот. Маршмелло. Или как она называется? Ну, здесь есть. Дальше. Теперь Балтимор пошел. Давай, чек. Так, это соусы. Так, Балтимор с лесными грибами. Две штуки. Кетчуп Балтимор с луком и чесноком. Одна штука. Вообще-то здесь грибы и сырный. А, сыр. Грибы, да-да-да. Дальше. Балтимор сливочно-чесночный. Балтимор с сырным. Это я с грибами взяла две. Остальное все по одному. И вот кетчуп. Третье тоже салфетки кошкам жопу вытирать. Ну, и себе тоже. Простой кетчуп Балтимор с луком и чесноком. Наше любимое мясо. Две упаковочки. И мешок винограда. Черного, сладкого, вкуснейшего винограда. Так, все? Да. Все. Это вышло. На две девятьсот. Не знаю, видно будет, не видно. Короче говоря, на две девятьсот сорок четыре. Ну, на три тысячи. А, швабру еще я купила. Швабру себе в туалет. Ну, в туалет говорю, пол мыть. Дальше. Майонез девяносто девять. Макароны сто двадцать два. Арахис двести рублей. Салфетки на сто двадцать. Сливки на триста рублей. Сыр творожный на двести тридцать. Суфле сто двадцать два. Макароны на сто пятьдесят. А, мороженое уже убрали. Ампельгольд. Мороженое по шестьдесят пять рублей. Так, кофе и кофе на триста пятьдесят. На триста шестьдесят. Рис сорок рублей. Йогурты на двести шестьдесят. Виноград на сто пятьдесят. Тетрадки Константин уже убрал. Так, орех мясной фермерский. Так, одна на двести пять. Дальше вторая на двести тридцать. Кетчупов на двести. Еще кетчупов на пятьдесят. Итого две девятьсот. Вот так вот малеха сходили. И на восемьсот рублей вот это приправы. Три штуки, три банки. Получилось у нас сегодня на продукты мы потратили. Четыре рубаса. Ну, думаю, пару дней протянем. Так что вот как-то так. Теперь буду все разбирать по местам.